Экзамен проводится как все обычные года. Единственное, что вы сегодня, вы заходите, вам мерят температуру, не переживайте, ничего страшного нет. Гульшат Салимзянова окончила Шатчинскую среднюю школу. В будущем девушка, мечтающая освоить специальность программиста, будет сдавать ЕГЭ по трем предметам. Помимо обязательного русского языка и математики, выбрала информатику. Смотря на то, что мы учились дома, учителя всегда поддерживали нас, всегда были рядом, писали, созванивались даже иногда. Думаю, что готова, надеюсь на это. Надеюсь на хорошие баллы. Если баллы будут хорошие, надеюсь на это. Собираюсь в Казань, в КФО. Думаю, что соберу достаточно баллов. Сегодня к пункту сдачи ЕГЭ номер 3604, расположенному на базе средней школы номер 3 города, прибыли 7 выпускников школ района. Двое из них сдали экзамены по географии, пятеро по математике. Все экзаменуемы в медицинских масках, а в файлах, которые ребята крепко держат в руках, только паспорта, ручки, питьевая вода и шоколад. Особенности ЕГЭ в этом году, это с учетом требований Роспотребнадзора, учащиеся должны соблюдать социальную дистанцию. Парты поставлены, места участников обозначены с учетом также полтора метра друг от друга, зигзообразная рассадка, обработка рук в помещении. И так, чтобы ребята не забывали, самое главное, социальные дистанции. По заданиям изменений нет. Все, как в ФИПе выложили демонстрационные материалы в марте месяце, по данным все требования спецификации, кодификации в этом году сохраняются. В связи с пандемией в этом году основное время для сдачи ЕГЭ было перенесено. Они начались с пробных экзаменов 29 и 30 июня, в ходе которых были протестированы все экзаменационные процедуры. Результаты экзаменов будут известны примерно через две недели после сдачи, а очередной день итоговой проверки знаний выпускников назначен на 6 июля. В этот день выпускники сдадут ЕГЭ по русскому языку.